Две склеенные лыжи и веревка. Так в 60-х годах прошлого века в Америке появился новый вид спорта с нерфер. Прародитель сноуборда. Катание на доске с заснеженного склона быстро завоевало популярность во всем мире. Где в Чебоксарах можно покататься, узнавала Татьяна Леонтьева. Встань. Маленькая, чуть побольше. Обратно. То есть по подбородок продолжить? По кулачок под подбородком. Вот так все, мама. Главное правильно подобрать доску для катания. От роста отнимаем 20-25 сантиметров и вот нужная длина снаряда. Для новичков желательно доски брать чуть поменьше, чтобы они более маневренные и меньше усиливали. Проще вращать, поворачивать. И помягче доска должна быть. Она прощает ошибки. Анастасия Покурова начинающий райдер. Такая доска для нее идеальна. Как и склон около дома правительства. На таком удобно учиться кататься и падать. Доска, огонь, погода. Тоже огонь. Холодно. Слава богу, ветра нет. Склон. Склон крутой. Я советую всем, кто только встает на борт, учиться на этом склоне. Не ездить никуда, пока ты хотя бы вставать на борт не научишься. Потому что это очень травмоопасно. Другая сноубордистка Анастасия Соколова катается уже пятый сезон. За ее плечами покоренные склоны России и Европы. И по традиции наклейки на борде. Ну, это, собственно, одно из мест, в котором я была. Это Эльбрус. Следующая наклеечка с Франции. Склон около дома правительства. Одно из любимых мест для катания. Удобство сто процентов. Потому что с любой точки города можно добраться. Всегда можно припарковать машину. Тем более это в центре с таким красивым видом. В собственном городе. Не нужно никуда ехать. Можно даже добраться на общественном транспорте, на троллейбусе спокойно. По всем параметрам вообще идеальное место расположения. Здесь же можно научиться различным трюкам. Трюк будет называться фронтсайд. Получается, лицом будет разворачиваться на 270 градусов. И вставать на ведущую ногу, на опорную. И буду скользить, наверное, я. Давайте попробуем. В прошлом сезоне здесь сделали подъемник и открыли пункт проката. Всего их три в Чебоксарах. На борт учатся вставать в любом возрасте. От 3,5 до 65 и старше. Главное – заниматься с опытным инструктором. Самостоятельно научиться можно, но это дольше и болезненней. Можно еще через боль отбить желание катания на сноуборде. Вначале сноуборд непонятен, сложно понять, как, что делать. А инструктор вам дает советы и корректирует ваши ошибки. За пару таких занятий можно освоить стойку и научиться спускаться со склона. Сноуборд не так сложен, как кажется. Главное – желание, говорят инструкторы. А все остальное в Чебоксарах уже есть.